Уважаемые коллеги, уважаемая Аделья Фёдоровна, позвольте сказать несколько слов о проблеме БРК-мутации и проблеме рака молочной железы. Я не буду вдаваться в подробности, уже Евгений Наумович рассказал, что мутация была выявлена давно, в 90-е годы, и ген был выявлен, мутация была выявлена позже. В 90-е годы он находится на длинном плече 17-й хромосомы. И функционально, на самом деле, помимо репарации, участия в механизмах репарации ДНК, он имеет значение для регуляции деятельности стволовых клеток и очень важную роль играет в развитии тканей молочной железы и в конверсии эстрогена отрицательных в эстроген положительные клетки. Ну вот, когда мы говорим о раке молочной железы и о БРК-мутациях, о БРК-мутации и БРК-1 и БРК-2, вы знаете, примерно в одинаковом возрасте они наблюдаются, БРК-2 несколько позже, и она не очень характерна для популяции. Вот, кстати говоря, если мы говорим о соседстве, финская популяция, у финнов практически нет БРК-1 мутации, а только БРК-мутации. Вот мы живем рядом, всего 200-300 километров, а какие мы генетически разные. И около 70% больных с БРК-1 мутацией относятся к категории трипл-негативных опухолей и не имеют экспрессии рецепторов ни ХЕР-2, ни эстрогенов, ни прогестированные. Наоборот, такое же число пациентов, почти 80% пациентов БРК-2 мутации, имеют на поверхности клеток рецепторов эстрогенов, прогестерона или ХЕР-2. Ну вот, на этом слайде суммировано 60-80%, то есть только 20% имеют экспрессию рецепторов эстрогенов и прогестерона с БРК-мутацией, и 25% относятся к трипл-негативным, если имеют БРК-мутацию. Как это влияет на заболеваемость? Этот слайд часто показывают и наличие БРК-1 мутации, то, что у Анжелины Джоли увеличивает риск развития рака молочной железы практически до 70% на протяжении жизни и несколько ниже риск, до 40% риск развития рака яичников. Что касается БРК-2 мутации, то здесь риски ниже, но тем не менее они тоже значимы, до 50% вероятность развития рака молочной железы и рака яичников до 10%. Ну вот, мне хотелось бы остановиться в связи с этой патологией, с наследственными раками, на вопрос на применение платины, на высокодозной химиотерапии, на парп-ингибиторах и производной платины. Ну, давно известно, на самом деле, еще предклинические есть данные, которые показывают, что парп-ингибиторы, производные платины, они обладают высокой эффективностью у пациентов при наличии мутации. И первые клинические данные были опубликованы польскими исследователями группы Бирски, которая показала, видите, 83% полных патологических регрессов у пациентов, получавших неодиуант на препараты платины, тогда как эффективность стандартных схем химиотерапии на основании токсанов, антрациклинов или ЦМФ в два раза ниже. Наши данные тоже, вот мы с Евгением Наумчим тогда и с коллегами применили, рискнули тогда, можно сейчас сказать, препараты платины, потому что это было очень необычно. В 10-м или в 9-м году, я уже не помню, когда это было, но был выражен у пациентки резистентной к стандартной терапии, был отмечен выраженный регресс на монотерапию платины, которую мы практически не использовали тогда у больных раком молочной железы. Вот что сделали мы недавно? На самом деле попытались неодиуантно пролечить пациентов, которые имеют БРК-мутацию. В качестве первой линии они получали цисплатин. И группа небольшая, всего 6 пациентов, средний возраст 45,5 лет, подавляющее большинство, то есть все имели стандартную 53,82 мутацию, имели местно распространенный рак молочной железы, все были трипл-негативные, 3 из 6 женщин были репродуктивного периода. Так вот, эффект был отмечен объективной той или другой степени у всех пациентов, монотерапия с эсплатином, да, и полный патологический регресс у трех из пяти больных. Одна пациентка отказалась от операции. Ну вот здесь, так сказать, иллюстрация молодой женщины, 30, у которой опухоль стадировался как Т4, видите, при морфологическом исследовании после операции был отмечен полный патологический регресс. Вот эта необычно высокая чувствительность к алкилирующим агентам, и прежде всего к препаратам платины, она очень характерна для пациентов с мутацией БРК. Ну и есть и другие, конечно, клинические подтверждения высокой эффективности препаратов платины по сравнению со стандартным токсотером с точки зрения объективного эффекта, ведь здесь видите вверху столбики, которые характеризуют частоту объективных эффектов у пациентов при наличии БРК-мутации, а внизу у тех, у кого мутации нет. В этом случае эффективность стандартного токсотера выше, чем карбоплотина. Это же видно с точки зрения времени до прогрессирования, которое значительно выше у пациентов при наличии БРК-мутации, при использовании препаратов платины. Вторая – это высокодозная химиотерапия. Может быть, вот несколько после того, что Борис Владимирович сказал, что Афанасьев, что, в общем, это уже прошлое, что надо, так сказать, что весь мир отходит от высокодозной химиотерапии, даже гематологии. Но мне кажется, что вот учитывая необычно высокую чувствительность этих пациентов к химиотерапии, к алкилирующим агентам, здесь как раз вот ниша использования высокодозной химиотерапии с трансплантацией периферических стволовых клеток. Ну вот откуда возникла, так сказать, вот эта идея? На самом деле, вот в 2009 году была опубликована в Nature Review Clinical Oncology Кейс Репо, то есть один клинический случай полного регресса у больной с диссеминированным раком молочной железы с висцеральными поражениями, с поражением скелета, и были представлены, пациентка в течение 10 лет был описан полный регресс. И тогда начали, а пациентка получала дважды высокодозную химиотерапию алкилирующими агентами и получала стандартную химиотерапию. Когда начали ее обследовать, почему же, так сказать, она такой эффект был выраженный, который обычно мы с вами не наблюдаем, оказалось, что у нее была БРК-2 мутация. Ну вот, так сказать, это обстоятельство побудило и других исследователей, исследователей пытаться применять высокодозную химиотерапию. Правда, это тоже ретроспективный анализ, не специально пациентов добирались БРК-2 мутации. Тем не менее, показатели выживаемости видно тех, кто подвергался высокодозной химиотерапии при наличии БРК-2 мутации и тех, у кого мутации не было. Вот в этом году на конгрессе АСКО в Чикаго была представлена израильская группа из Израиля. 20-летние результаты высокодозной терапии у пациентов раком молочной железы. И вот красная кривая – это кривая выживаемости, 20-летней выживаемости больных с 4 стадии. Причем эти пациенты имели не только мягкотканное поражение, но поражения были и костные, и висцеральные. Вот видите, практически 20% живы 20 лет после проведенной процедуры. Здесь они сказали, что не анализировали наличие БРК-2 мутации, но учитывая высокую частоту БРК-2 мутации в еврейской популяции, здесь, так сказать, ожидать как раз можно вот этот эффект, потрясающий эффект, именно, так сказать, иначе не скажешь, именно для этой категории больных. Вот если кто не помнит, лет 15 назад высокодозная химиотерапия очень активно применялась во всем мире у пациентов раком молочной железы и даже в адъювантном режиме. И американские страховые компании оплачивали это. Значит, если было больше 10, 10 и более регионарных метастазов, пациенты шли на адъювантную высокодозную химиотерапию с трансплантацией периферических клеток. Причем это было так, так сказать, отработано, что это делалось даже в амбулаторных условиях. Парп-ингибиторы. Ну, Ильин Наумович уже подробно рассказал о механизме действия этих препаратов. И, в принципе, так сказать, при применении клеточным культурам добавлений парп-ингибиторов происходит инактивация, но она совместима с жизнеденью, то есть клетки не погибают. Если же есть в клетках уже мутация БРК, то, в общем, так сказать, происходит так называемая синтетическая летальность. Первые исследования второй фазы показали, видите, вот этот водопад, который свидетельствует об очень высокой эффективности препаратов этой группы, в данном случае алопариба, у пациентов с мутацией ВРК. Здесь суммированы результаты второй фазы, и видно, что эффективность колеблется от нуля, но там речь шла о пациентах, не специально не отобранных, до 40%, у которых была мутация первая, ВРК-1 или ВРК-2, и у которых уже получали они химиотерапию. Ну вот очень важным, с моей точки зрения, исследование в этом году, причем оно было всем сообществом онкологическим американского общества, отобрано как одно из важнейших событий этого года, и было представлено на пленарном заседании. Чтобы на пленарное заседание попасть, происходит очень серьезный отбор, и как бы, по мнению большинства специалистов, это является чуть ли не основным достижением 2017 года. Значит, исследование проводилось на пациентах рака молочной железы, которые были HER2-негативны, либо они были трипл-негативными, либо имели экспрессию рецепторов эстрогенов прогестерона, имели ВРК-мутацию, получали уже химиотерапию антрациклинами, токсанами, две менее линии химиотерапии по поводу метастатического рака, одну или более линию гормонотерапии, не имели признаков прогрессирования, если получали раньше препараты платины, и если в неводиуантном режиме была платина, то должно было пройти более 12 месяцев. То куда-то они рандомизировались на лапариб, или же на химиотерапию по выбору врача. Это капецстабин, рибулин и венеральбин. Значит, интересно здесь, что подавляющее большинство больных имело, ну не подавляющее, а половина больных имели ВРК-1-мутацию, но вот посмотрите, я не знаю, может Евгений Науч прокомментирует, было даже четверо больных с мутацией ВРК-1 и ВРК-2. Возможно это или нет? Возможно, ну слава Богу. Значит, 29% получали препараты платины, получали гормонотерапию, было значительное распространение процесса, в том числе, видите, 78% имели 2 и более зон метастатического поражения, и они получали, получали, что химиотерапию, что, видите, вот время здесь прогрессирования, не без рецидива, не без рецидива, время до прогрессирования. Значит, оно оказалось 7 месяцев для группы Аллапариба и 4,2 месяца для пациентов, получавших химиотерапию. Эффект на лицо, высоко достоверные различия. Ну, на выживаемости здесь никаких различий нет, 19,3, 19,6, но, в общем, чтобы повлиять на выживаемость, наверное, так сказать, трудно для этой категории больных, у которых уже были они резистентны к стандартной терапии и имели выраженный очень распространенный процесс. С точки зрения объективных эффектов, 60% пациентов с ВРК-мутацией имели клинический эффект Аллапариба, причем 9% имели полный регресс, а надо иметь в виду, что речь идет о пациентах, которые имели очень распространенный процесс, уже были резистентны к терапии. Токсический профиль, он, естественно, в пользу Аллапариба, хотя, видите, тошнота и анемия наблюдаются достаточно часто. И здесь 3-4 степень токсичности, она, как и ожидается, конечно, выше у пациентов, получающих химиотерапию. Ну, что я могу сказать, что, так сказать, вот Евгений Наумович уже представил ПЭТ этой пациентке. На самом деле мы сейчас вот вторую больную лечим Аллапарибом. Первая была беременная больная, она на фоне беременности был выявленный, выявленный рак молочной железы и ВРК-мутация. Молодая женщина погибла, и, к сожалению, у нее был очень короткий эффект Аллапариба, который я хочу поблагодарить Астрозенеку, нам, так сказать, безвозмездно представила. И вот этот оставшийся Аллапариб, ну, у нас вторая больная с БРК-2 мутации, которая имела распространенный процесс почечной недостаточностью, с печеночной недостаточностью, и ей была противопоказана химиотерапия. И мы, так сказать, вот все-таки рискнули дать ей Аллапариб. И вы знаете, вот здесь можно сказать, Господи верую, потому что вот этот эффект, эффект именно Лазаря в данном случае как раз был на лицо, потому что пациентка, которая просто уходила откровенно, она через две недели, мы ее выписали, а там через месяц она уже вышла на работу. То есть вот такой выраженный эффект, который, в общем, мы видим только вот на тагетных препаратах при наличии, так сказать, соответствующей мишени. Ну и в заключении я хочу сказать, что пациенты рака молочной железы – это отдельная группа больных, они имеют особые биологические и клинические характеристики, они высокую чувствительность к очень калкилирующим агентам и высокодозной химиотерапии, и имеют в настоящий момент морская суверенность и доказанную эффективность парк-ингибиторов. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ